МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На Тюменском времени программа объективные итоги недели. Бывший глава города становится губернатором. Для Тюменской области это не просто тенденция. Все, кто с начала 90-х годов занимал пост главы региона, были первыми руководителями в различных городах. Леонид Ракецкий еще в советское время в Сургуте. Сергей Собянин в Когалыме, Владимир Якушев в Тюмени. И вот четвертый губернатор Александр Морт, тоже прошедший муниципальную службу. Что это за закономерность такая? Что неожиданного произошло на выборах в Городскую Думу? И каким путем поведет регион его новый глава? Об этом мы не только поговорим с гостями программы. Артюхов Андрей Викторович окончил Ленинградский политехнический институт, затем аспирантуру вуза. С 1986 года работал в Тюменском индустриальном институте, возглавлял Новоуренгойский филиал. С 1998 года занимается политической деятельностью. Становится председателем Думы Ямалоненинского округа, затем заместителем губернатора Тюменской области, а после работает в Совете Федерации. С 2007 года депутат Тюменской областной думы, кандидат технических наук, доктор социологических наук, секретарь Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия». Морев Сергей Николаевич окончил Тюменскую архитектурно-строительную академию по специальности автомобильные дороги и аэродромы, а также Тюменский госуниверситет по специальности финансы и кредит. Одновременно с учебой занимался предпринимательской деятельностью. С 2011 года генеральный директор аптечной сети «Калинка». Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Милосердие». Депутат Тюменской городской думы 6-го созыва. С сентября этого года депутат Тюменской областной думы. С гостями встретимся чуть позже. Теперь наш первый материал к теме. Представители парламентских партий пристально наблюдали за ходом выборов и подвели свои итоги единого дня голосования. В рамках сравнения с другими регионами все очень достойно. Явка тоже, ну если брать в целом всю, конечно, нашу большую Тюменскую область, она не та, которую мы хотели, она чуть-чуть пониже. В основном это связано с низкой явкой в югре, ну а на юге Тюменской области явка тоже очень достойная. Звонки поступали, только звонки поступали по поводу того, что наблюдателей посадили на 20 метров, а они недалеко от кабин. Наверное, да, наверное, сейчас было как-то, были такие звонки, но, возможно, и было меньше, чем на президентских выборах. Вот. Если сравнить с государственной думой, областной думой, то вот с ней я могу сравнить, что обстановка сегодня была поспокойнее. Мы видим, что, к сожалению, несмотря на активность политических сил, менее половины избирателей Тюменской области пришли выразить свое желание поддержать ту или иную кандидатуру. Мы видим, что сегодня необходимо в этой части работать избирательной комиссией в первую очередь. Хочу сказать, что в этом году это все намного позитивнее. В первую очередь, это касается явки, она значительно выше, чем была. И второй момент, это, конечно, Каибы. Мы очень надеемся, что сейчас подсчет голосов будет намного происходить быстрее, потому что от трети до половины участков оборудованы, и там в пропорции это все делается намного проще. Здравствуйте, Андрей Викторович, здравствуйте, Сергей Николаевич. Здравствуйте. Ну, очень напряженные у нас были два с половиной месяца, скажем так. Это, наверное, одна из самых коротких предвыборных кампаний на территории Тюменской области, потому что все их справливают. А вот у нас четыре года назад были выборы губернатора, тогда было все по-другому, но, на мой взгляд, эти сравнения вообще некорректны. То есть Владимир Якушев 10 лет работал губернатором Тюменской области, были устоявшиеся связи, опыт, знания и так далее и тому подобное. Здесь все произошло стремительно. Андрей Викторович, вообще вот, когда сравнения идут этих избирательных кампаний, насколько они вам кажутся уместными или нет? Ну, вы правильно сказали. Они, конечно, их сравнивать нельзя. Вот и причины вы тоже назвали. Эта кампания была, скажем, суперстремительная. Никогда мы так кампании не проводили. Потому что, когда в мае были приняты решения по нашему уже бывшему губернатору, все начало развиваться стремительно. И праймерис Единой России, и потом вся кампания. Поэтому сравнивать нельзя, и не только по этой причине, не только потому, что она была такая быстротечная. Учитывая нашу специфику трех субъектов, надо же было и Сану Викторовичу еще и много времени уделить автономным округам. А тут тоже ситуации совершенно разные. Да, у тюменцев складывалось впечатление, что там он был гораздо больше даже, чем здесь. Ну, это была стратегия. На самом деле, был расчет на то, что, учитывая, что времени совсем нет, что тюменцы, Сан Викторович, достаточно хорошо знают. А там-то информации было совсем о нем мало, потому что он был главой Тюмени, отвечал за этот город и занимался им с утра до вечера. Там он практически не бывал. Ну, а избирают жителей всех трех субъектов. Поэтому понятно, что была выстроена очень плотная программа посещения трудовых коллективов, там, учреждений в округах. Я действительно видел, как он устал в конце этих всех поездок, потому что это тяжело. Это очень тяжело. Был очень плотный график. Сергей Николаевич, ну, у вас тоже был свой кандидат. Я хочу сказать по поводу прошедшей предвыборной кампании. Третьи выборы у меня в Думу были, и вторые губернаторские выборы, где я участвую помощником кандидатов-губернаторы. И кампания уникальна в том, что она проходила, по моему мнению, на просто беспрецедентно негативном фоне, который ее окружал. Это и пенсионная реформа, и НДС повышения, и падающие доходы населения четыре года подряд, и обесценивание валюты национальной, тоже энтузиазма никакого не прибавляло. И, то есть, он, конечно, создавал определенный контекст в программе и выборам в целом. А что касается самих губернаторов, то, конечно, фаворитом гонки с самого начала являлся Александр Викторович Мор по вполне понятным определенным причинам, потому что со стороны предыдущего губернатора, успешного, эффективного менеджера, входящего в топ-10, в топ-5 самых эффективных губернаторов России, который вывел Тюменскую область и оставил ее на пике развития, область вошла в прошлом году и стала номером один в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. Конечно, когда со стороны такого уважаемого человека говорится о том, что он хотел бы видеть преемника на своем посту, преемника Александра Викторовича, тем более Александр Викторовича знает, вся Тюмень, он руководил городом достаточное количество времени, конечно, определенные преференции в этом плане были. Но тем не менее, даже по северам мы смотрим тенденцию, допустим, Хумао проголосовал меньше, чем 50% населения. Это как связано, по моему мнению, как с внутриполитической обстановкой, так и со сложившимся негативным фоном. Ну, я так думаю, когда идет разбивка по кругам, то есть картина-то на самом деле не меняется уже на протяжении там скольких последних лет, и здесь нет ничего вообще удивительного. Да, всегда, всегда у нас за Тюменского губернатора понятным причинам хорошо голосовал Юг области, всегда Ямал очень достойно голосовал, ничуть не хуже Юга Тюменской области. В этот раз даже и переплюнулось. Да, и всегда, и Явка у них была выше. Ну, там другая специфика жизни, и надо это понимать. Кто этим занимается уже серьезно, те это все заранее знают. И Югра в этом плане самая отстающая, да. Они старались, но, к сожалению, вот действительно там и процент голосов ниже значительно отрыв от Юга и от Ямала, и Явка, как обычно. Это, знаете, то же самое, что у нас, допустим, на юге Тюменской области. Вот, казалось бы, Тюмень самый такой, скажем так, по-молодежи, упакованный город, да. Тут больше всего вкладывается средств. А голосование в Тюмени всегда очень сложное. И Явка очень сложная. Ну, вот это такая болезнь больших городов. Тут много разных мнений. Ну, это реальность, мы должны это учитывать, мы это учитываем. Какие вообще факторы Вы учитывали, Сергей Николаевич, когда входили в избирательную кампанию? То есть на что был Ваш акцент? Наш акцент в первую очередь был на нашу программу, на наши социальные приоритеты, которые мы декларируем, из выборов выборов мы их отставим. Мы сейчас понимаем, что они очень востребованные населения. Мы стоим на ясных, четких позициях. Социалистическая партия – это не какая-то новомодная штука. Эта работа, она проверена годами, десятилетиями в странах Северной Европы, Западной Европы. Во всем мире известен шведский капитализм социалистическим лицом. Социалистические партии руководят Германией, Францией. Присутствуют в управлении Великобританией. Поэтому вот с этими ценностями, о том, что надо сглаживать социальное неравенство, надо заботиться о людях, надо обращать внимание на здравоохранение. Мы выходили, это программа в федеральной повестке. Программу эту мы декларировали и на региональном уровне, и именно с этими постулатами шли в люди. Ну, кстати говоря, ныне избранный губернатор Александр Мор говорил в том числе и о том, что все лучшее из программ других кандидатов он будет реализовывать, поскольку за них тоже голосовали люди. И сейчас мы предоставим ему слово. На этой неделе была первая пресс-конференция Александра Мора в должности губернатора. Рассмотрим сюжет и возвращаемся. Своей стороны тем, кто проголосовал за меня и тем, кто не проголосовал за меня, могу сказать, что на посту губернатора буду работать в интересах всех жителей Тюменской области, учитывать мнение, точки зрения всех политических партий, которые отражают мнение наших земляков. Для меня это был первый опыт, мое первое участие, личное участие в выборной кампании. И переживания 9-го числа, ночи с 9-го на 10-го, были же, конечно, для меня новыми ощущениями. Но, тем не менее, сегодня уже своими мыслями я далеко в конце сентября, в октябре, в ноябре, учитывая, что у нас очень много работы, очень много планов, о которых я говорил в ходе предвыборной кампании. И сегодня надо уже закатывать рукава и начинать по полной включаться в работу. Владимиром Владимировичем Якушевым сформирована одна из лучших управленческих команд. Структурных изменений, либо кадровых замен в голове у меня нету, и мне нечего на эту тему даже сказать. Все работают на своих местах и продолжают решать задачи, которые перед нами стоят. Андрей Викторович, ну, можно сказать, выдохнули все-таки после достаточно напряженных дней. Вы присутствовали на этой пресс-конференции. Вас что-то удивило в ответах? Сам Викторович, в общем-то, всегда искренне говорит. И мне это импонирует. Думаю, что не только мне. Вот. Непосредственно себя ведет. Нет там сложных, замудренных ответов. Ничего, в принципе, не удивило. Вот. Я обратил внимание на его слова, когда его спросили, там, это было там, чувствах, там, сейчас. Мне понравилось. Он сказал, что я уже мыслями в октябре и даже в ноябре, и мне это понятно. На самом деле, высшему должностному лицу региона, ну, было бы странно, если бы он сейчас поддавался чувствам, как он там себя чувствует сегодня. Он просто обязан смотреть вперед. На то он и руководитель высшего уровня в регионе. Поэтому вот эта манера, да, это плюс. А как бы во всем остальном, что меня тоже беспокоит, как и его, он об этом говорил, это, конечно, инвестиции. Инвестиции, потому что объективности ради надо сказать, у нас два крупных проекта, об этом тоже было сказано Александром Викторовичем, в общем-то, проходит свою такую максимальную, да, активную стадию. Это заптимним Тихим, антипинский НПЗ. И мы сейчас все вместе должны, и прежде всего губернатор, правительство и областная дума, муниципальные образования должны, скажем так, заниматься поиском инвесторов, интересных проектов. Потому что, ну, тоже говорю банальные вещи, не будет инвестиций, не будет экономики, не будет достойной социальной сферы. Вот это, на самом деле, сложнейшая задача. Ну и плюс, о чем уже говорил Сергей, на самом деле, у партии программы, конечно, у всех имеют свою специфику, но вообще-то все руководствуются указами президента. Вот. И там тоже все расписано, и понятно, что надо делать. И эти задачи очень непростые. Поэтому, как вот все это сделать, требуется и время, и усилия, и финансы, и много-много чего другое. На ваш взгляд, чем сейчас должен, вот помимо инвестиционной направляющей, которой Андрей Викторович сказал, в первую очередь заняться губернатор Тюменской области? Да, мы с итогами выборов согласны, никаких вопросов у нас по их проведению нет. А в первую очередь, вот моя точка зрения по дальнейшей работе губернатора, конечно, это поддерживать и те успехи, и тот уровень, который был достигнут, и заниматься созданием новых рабочих мест, увеличивать доходную базу бюджета. Но вот основной момент, по моему мнению, надо уделить все-таки развитию здравоохранения в Тюменской области. И это мы говорим об объединенном субъекте, потому что это очень дорогостоящие мероприятия и в плане финансов, и кадровые. Имеется в виду высокотехнологичные, да? Да, и мы говорим в первую очередь о развитии онкологической службы, о строительстве онкологического центра современного, нового, который в планах уже несколько лет, и Александр Викторович этот разговор поднимал, и с президентом России о выделении федеральных средств, потому что онкология на данный момент, это по сути бич 21 века, нет более острейшей ситуации и проблемах здравоохранения. Мы занимаемся этим уже более полутора лет. Есть отличные проекты, которые надо здесь реализовывать, и реализовывать их, по моему глубокому убеждению, надо с привлечением частного капитала, потому что даже министр здравоохранения уже прямым текстом говорит о том, что мы без привлечения частных инвестиций в эту сферу только за счет бюджетных средств никогда не выведем наше здравоохранение в России на уровень мировых стандартов. У нас просто не хватает денег, мы отстаем. Поэтому здесь надо, конечно, дорабатывать и законодательство в этом направлении, и особое внимание уделять здравоохранению, потому что в конечном итоге результирующей всех усилий власти является что? Это продолжительность жизни человека и ее качества. Нет ничего более важнее. Сколько людей-то живут? То есть когда мы говорим о том, что у нас средний возраст составляет возраст выхода на пенсию, это плохо. Когда мы смотрим о том, что люди после пенсии живут 15-20 лет и живут в несоизмеримо лучших условиях, ну это как показатель того, к чему надо стремиться. Вот я бы просто очень желал бы, чтобы на эту сферу обратилось самое тщательное внимание. Ясно. Еще один немаловажный факт, что во время выборов, это один из немногих эпизодов, когда область действительно становится у нас единой. Андрей Викторович, у вас, кстати говоря, на этой неделе был еще один приятный повод, наверняка, который у вас на всю жизнь в памяти останется, инаугурация сына, который стал губернатором Ямал-Аненского автономного округа. С какими чувствами вы на это все смотрели? Как он смотрел? Самый молодой губернатор Российской Федерации. С одной стороны, конечно, горд, так что ему и президент, и депутаты доверили эту миссию. Ну и, конечно, есть некоторое волнение, все-таки это действительно большой груз. Вот. Но он неплохо подготовлен, вот, и длительный период работы с Дмитрием Николаевичем Кобылкиным тоже дал результат. Он в курсе всех и проблем, и планов. Больше того, в последнее время он активно сам вел многие проекты. Ну, вы об этом знаете, об этом рассказывают. Вот. Поэтому, как бы, вот, пока не вижу я таких каких-то особых, таких вот тревог. Вот. Но, тем не менее, все равно, отвечать за регион, за большой регион России, за очень важный регион России, стратегический, конечно, большая ответственность. Ну, очень сильно надеюсь и верю в него. Еще одна тема, которую мы не можем обойти вниманием, касается других выборов, которые проводились непосредственно в Тюмени. Благодаря губернаторским, опять же, выборам, которые с своей стороны шли определенным паровозом, то есть проголосовало людей значительно больше, чем на прошлых городских выборах. Сейчас мы небольшие итоги их подведем в сюжет и вернемся в студию. По единому избирательному округу в Тюменскую городскую думу победу одержала партия «Единая Россия». За нее проголосовало чуть более 39% избирателей. Далее идут ЛДПР – 24,47%, КПРФ – 18,39%, Справедливая Россия – 12,45%. Если говорить про одномандатников, то «Единороссы» взяли на выборах 21 место из 26 возможных. Таким образом, партия займет более 72% мест в новом созыве Гурдумы. ЛДПР досталось 5 мест, коммунистам 3 и 2 человека будут представлять Справедливую Россию. Хотелось бы мне отметить, заострить ваше внимание о том, что раз, два, три, четыре, пять кандидатов набрали более 50% голосов. Я бы хотела еще раз их отметить. Это Коновалов Юрий Иванович, Потапов, Селезнева, Захаров и Бойко. Бойко – это новый кандидат, она впервые участвовать будет в работе нашего парламента. Всего на 36 депутатских кресел претендовали 185 человек. В итоге 10 человек стали парламентариями по партийным спискам, 26 прошли по одномандатным округам. Сергей Николаевич, я так понимаю, что свою задачу на эти выборы городские, городское отделение Справедливой России выполнило. То есть на одного человека вас стало больше в Думе? Да, мы выполнили поставленные перед собой задачи. Я хочу сказать просто, что Справедливая Россия – это самая молодая парламентская партия. И на этих выборах мы показали самый большой прирост наших сторонников, единомышленников, соратников. Задача была поставлена провести два депутата в Тюменскую городскую думу. И у нас впервые с 2008 года по одномандатному округу прошел наш кандидат. Гороховцев Владимир Павлович его поздравляет с знаменательным событием. Но больше всего, что нас радует, это, конечно, то, что на шести-семи округах наши кандидаты боролись за второе и третье место. А на 14-м округе Юлия Ремезова без опыта политической борьбы практически до конца вела в борьбе с Александром Чепиком, уже действующим депутатом, который был известен в городе. И вот это позволяет говорить о большом заделе на будущие выборы, потому что все ребята молодые, талантливые, инициативные. Инициативные. И мы очень уверенно смотрим вперед, потому что есть уже команда, с кем можно и нужно двигаться дальше. Андрей Викторович, тот же самый вопрос. Как вы оцениваете результаты? Ведь по его итогам Единая Россия места потеряла. Не критично, конечно, но тем не менее. На два мандата меньше. Это, конечно, не критично. Но вот Сергей Николаевич в начале нашей передачи верно заметил, в какой ситуации проходили выборы. Ведь Единая Россия верила на себя ответственность за обсуждение, за дискуссию сложнейшего вопроса. Это изменение в пенсионном законодательстве. Давайте прямо об этом говорить, что очень многие люди не были рады этим изменениям. Мы старались объяснять, почему это делается. Старались, значит, говорить, скажем так, о наших целях в масштабах государства и о тех задачах, которые мы будем реализовывать. В частности, по повышению продолжительности жизни тоже самое. Вот. И повторяю, тот он нас поддерживал, но многие люди были недовольны. Это факт. И вот буквально два дня назад или три дня назад в Москве был съезд политтехнологов. И там выступали руководители государства и известные политики. И все говорили, в общем-то, то же, что сейчас я говорю. Что действительно это, безусловно, сказалось на избирательной кампании и не в пользу Единой России. Хотя в этой ситуации Единая Россия достойно провела выборы, потому что по факту везде контроль остался за Единой Россией. В том числе и в Тиминской городской думе. Но вообще состав городской думы изменился больше, чем наполовину. Из 36 человек подтвердили депутатские свои полномочия. 17. Вы чего ждете от нового состава? То есть он станет преемником или наоборот там революции какие-то будут? Сергей Николаевич. Вы знаете, когда наполовину меняется состав и еще и увеличивается количество мест у оппозиционных партий, конечно, будет оживленная дискуссия. Это говорит и о повышении интересов к выборам, и о том, что новые идеи, новые взгляды. Я очень надеюсь на то, что жизнь будет бурлить еще сильнее в Тиминской городской думе. Андрей Григорьевич. Ну, если взять представителей оппозиционных партий, очень многие из них уже были депутатами. И у них уже есть опыт работы в представительном органе власти. Коммунисты практически полностью, за исключением Чепика, свой состав обновили. Ну, да. Ну, я, в общем, как бы говорю в целом. Вот. Поэтому, знаете, вот такие эксцессы, да, какие-то сюрпризы, они бывают, когда люди приходят совсем еще, знаете, зеленые, которые в зеленом смысле и вот этой работы. И тогда они поначалу там зажигают. Там не бывают такие резкие какие-то высказывания в таком духе. А потом, когда они втягиваются и понимают, как эта машина вся работает, ну, больше информации, больше точных данных, меньше эмоций, тогда все это стабилизируется. Поэтому я думаю, что в целом и работа Тюменской городской думы и наших других представительных, значит, органов сильно не изменится. Я не ожидаю каких-то больших изменений. Вот. Нас же, я напомню, когда вот та же Тамара Николаевна Казанцева пришла в областную думу, она тоже первое время делала оригинальные заявления. Но потом, значит, это все пошло по ниспадающей, потому что, ну, все-таки сама работа, она дает много очень информации о ситуации. И это уже более такой анализ происходит, более такой серьезный. Ну, я вас еще раз поздравляю с тем, что выборы прошли. У нас кандидаты определились и депутаты определились и в городской думе. И самое главное, у нас стал известен на этой неделе губернатор Тюменской области. Будем работать. Я надеюсь, что мы не раз еще в этой студии встретимся. А на этом мы заканчиваем программу. Всего вам доброго, успехов в вашей деятельности. Спасибо вам. Всего доброго. Оправдаются ли ожидания, покажет ближайшее будущее. А это все, о чем мы вам сегодня хотели рассказать. Всего доброго. И не забывайте смотреть объективно на все. Субтитры сделал DimaTorzok